Снизить тарифы столичных энергетиков заставили неутешительные результаты прокурорской ревизии. Надзорным органам установлено, что сразу четыре монополистских компании обманывали потребителей, завышая стоимость тепла и энергии. К примеру, поставщик «Астана Энергосбыт» указывал стоимость закупа электричества по 11,5 тенге за килобит в час, но в реальности указывал сумму меньше аж в два раза. Фактически энергетики заведомо увеличивали тарифную смету на более чем 5% от утвержденного уполномоченным органом. Обнаружены нарушения со стороны «Астана Энергия». Компания обязана компенсировать потребителям 474 миллиона тенге. Мы проверяли тогда монополистов и выяснили, что, допустим, вот командировка, она 30 тысяч долларов где-то за рубеж, и она включается в тарифы, и население покошало это. То есть система должна работать прозрачно, и каждый гражданин, уплачивающий налоги, платящий коммунальные услуги, он должен видеть, за что он платит. А качество услуг все время падает, оно не улучшается. Нас без конца заставляют менять счетчики, нас без конца заставляют платить за горячую поставленную воду, она чуть тепленькая там из крана. Но это же нам предстоит сделать огромную работу. То, что энергетики все это время сознательно накручивали цены, впервые двумя неделями ранее сообщила Генпрокуратура. Сумма, переплаченная потребителями, составила около 29 миллиардов тенге. Народные деньги, как установили надзорные органы, монополисты тратили в личных целях – на премии, бонусы и командировочные работникам. О проблеме ценообразования в сфере ЖКХ Нурсултан Назарбаев предупреждал еще месяц назад, выступая с ежегодным посланием. Накануне же глава государства созвал заседание Совета безопасности. Президент потребовал наказать монополистов и пригрозил увольнением ответственных министров. Никто не следит. Прежде всего, этим вопросом плохо занимаются Министерство национальной экономики и его антимонопольщики. Не справляются. Не справляются. Все можно объяснить. Все можно объяснить. Всему дать ответ. Но на конкретные вопросы, когда от этого страдает население, никто из вас не может дать ответ. Антимонопольный комитет. То есть анти. Слово анти должно всегда проявлять принципиальность стоять на страже повседневных интересов людей, потребителей. Поэтому премьер-министру поручаю разобраться вообще с деятельностью антимонопольного комитета. Дать оценку эффективности работы на уровне всех региональных антимонопольных первенств. Упущения в сфере ЖКХ, по мнению отдельных экспертов, связаны с бесконтрольностью со стороны органов в отношении монополистов. К примеру, поставщиков в Астане, которые резко понизили тарифы, должны последовать и в других городах и регионах, считает экономист Олег Егоров. Впрочем, говорит он, нынешнее понижение стоимости за тепло и энергию не компенсирует ущерб, нанесенный потребителям. Ну вот то, что сегодня опубликовали, там не так много. Например, на электроэнергию по Астане, где-то на 70 тыинов снижена оплата 1 кВт часа. Ну точно так же по оплате 1 гигакалории тепловой энергии. Ну, понимаете, этот толчок был вчера сделан серьезный. Я когда посмотрел, как министры выступают, мне просто было неудобно за них. Они фактически не знают положение дел. Они не знают, куда десятки миллиардов уходят. Каким образом энергетики собираются возмещать потребителям миллиарды тенге, да и вообще будут ли, неясно. Одно понятно, что депутаты в стороне не останутся и уже намерены пересмотреть закон о регулировании естественных монополий. Народные избранники хотят, чтобы тарифы на коммунальные услуги поставщики услуг меняли только раз в год, а не по желанию. Ильза Тахчурин, Рамазан Бакенов, телеканал Алматы, Астана.